Ну, я не знаю, здесь, наверное, есть какие-то звери, потому что я периодически слышу какой-то неприятный шум, шорох, возможно, какие-то мыши, но, блин, не знаю, или что-то тут выпадает. Окей. Ну, блин, это же не может быть мышь. Что за фигня? Дамы и господа, встречайте! На сцене Рома и Аделя. Путешественники-авантюристы, которые вместо того, чтобы изучить достопримечательности города Кутаиси, отправились на любимый спа-курорт Сталина, пробрали в самый крупнозаброшенный санаторий в Грузии и сейчас не знают, как начать этот выпуск. Но давайте по порядку. Давайте мы, наверное, расскажем вам, как сюда добраться. Этот город называется Цхалтубо, точное название мы напишем где-нибудь внизу, и мы приехали из Кутаиси буквально за 15-20 минут. Оттуда ходит маршрутка номер 30, проезд стоит полтора лари на человека. В общем, вы садитесь в Кутаиси, едете до конечной станции, это как раз это будет вот этот город, его автовокзал, и нужно пройти буквально 5 минут до такого зеленого парка, до такого зеленого массива. И затем дать взятку охраннику этого санатория, чтобы он вам открыл ворота, рассказал за жизнь и провел в самые неразрушенные места этого комплекса. Но сперва небольшой анонс. На заживем теперь есть функция спонсорства. Под этим видео есть кнопка спонсировать, нажав на которую вы станете нашим прямым спонсором, и будете частью канала заживем, без преувеличений. Там есть различные уровни и соответствующие финтифлюшки, типа отдельных постов для спонсоров, и даже отдельных видео, которые мы с отеля будем снимать специально для вас. Минимальный взнос составляет всего 3 евро, или же 250 рублей. И поверьте, для нас это нереально важно. Если наберется хотя бы пару спонсоров, все видео на канале будут более качественными, а наши нервные системы более стабильными. Окей, обратно в Грузию. Схалтуба это город и популяренший советский курорт на юге Грузии. Сюда прижали граждане всего Советского Союза, чтобы поправить здоровье, искупаться в здешних минеральных водах и отдохнуть в помпезных зданиях советского стиля. Знаете, тут такие очень интересные впечатления, несмотря на то, что здание уже разрушенное, вот прям вообще все такое старое, все равно присутствует такое ощущение, что ты причастен к чему-то очень элитному, потому что до сих пор сохранились все эти скульптуры. Тут такой роскошный балкон, все эти лестницы, высажены пальмы. И я не знаю, от этого места до сих пор веет, мне кажется, каким-то таким успокойствием, роскошью, богатством. Прикольно. Дело в том, что в СССР Конституция страны гарантировала трудящимся право на отдых. Статья 41 Конституции СССР гарантирует каждому, кто трудится, право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Путевки в санатории, дома отдыха, пансионаты многие получают бесплатно или за треть их стоимости. Остальное доплачивает профсоюз. На многих предприятиях лояльные граждане получали путевки в санатории, разбросанные по всей огромной Советской империи. Цхалтуба был особенно популярен у элиты. Из-за живописной местности, мягкого субтерпического климата и очень эффективных, как считалось, радоновых ванн. В Цхалтуба много минеральных источников. Курс лечения радоновыми ваннами назначается по указанию врача. Что тут говорить? Это было даже излюбленное место Сталина, по инициативе которого в этом городке возвели 19 санаториев. В последние годы здесь построены новые комфортабельные здравницы. Представьте, вы в Советском Союзе, где-нибудь в Москве работаете и вам дают путевку. Путевку в санатории в Грузии. Вы садитесь на поезд, Москва, этот город, название которого я постоянно забываю, и приезжаете прямо сюда, заходите, выходите на балкон своего санатория и наслаждаетесь видом. Но сегодня здесь все не так. И мы с Адельей приехали сюда, в этот город, где полно заброшенных санаториев, и сейчас мы находимся в самом крупном из них. Санаторий Министерства угольной промышленности СССР. Шахтер — это один из самых крупных и знаменитых санаториев Схалтуба, который на сегодняшний день полностью заброшен. Он был построен в 1953 году для сотрудников угольной промышленности. Иногда его даже называли Санаторий угольщиков. Собственно, оттуда и название Шахтер. Вы сейчас видите наши дроновские кадры, и просто посмотрите, какое это здание гигантское. То есть это целый такой комплекс, огромный санаторий. Это то, чем, наверное, люди гордились в советское время, когда они сюда приезжали. Потом они делали, возможно, какие-то фотографии или просто рассказывали друзьям, родственникам, что они были в таком крутом санатории в Грузии. На курорт приезжают трудящиеся со всех концов страны. В санатории проводят свой отпуск шахтеры Кошамбек Сахов из Казахстана и Вильяма Карловна Луми из Эстонии. Схалтуба стал одним из популярных курортов Советского Союза. Так от этого грустно, что сейчас от этого санатория почти ничего не осталось, кроме здания и фасада, который удивительным образом очень хорошо сохранился. Также стоит отметить, что это очень красивое здание. То есть здесь очень много колонн, лепнины, барельеф. То есть все такое красивое, да. И оно до сих пор сохранилось. Видите, какое качество было в Советском Союзе. Санаторий угольщиков имеет слегка изогнутый фасад длиной 140 метров. А внутри все еще можно увидеть громадные холлы с колоннами, лестницы с усылевшими деревянными резными перилами и залы с целой деревянной обшивкой. Мы нашли еще один такой интересный отдаленный зал. Он полностью отделан деревом. И видно, что дерево такое добротное. Красное дерево, наверное, это было. И здесь еще есть такая стена. И мы думали, что тут могло быть. Для кинотеатра? Это могло быть кинотеатр, но тут слишком маленькое помещение. Или, может быть, там была доска объявлений. Но это слишком большая доска. И Ром подумал, может быть, здесь была просто какая-то очень красивая фреска, которая все-таки не дожала до наших дней. Что вы думаете об этом? Напишите их в комментариях. Кстати, совсем недавно, в 2020 году, санаторий купили. И сейчас это частная собственность. Поэтому и поставили охранника на входе. И сейчас сюда просто приезжают люди, чтобы оценить масштабы той архитектуры и полазить по заброшкам, как бы это ни звучало. Мы одни из них. Удивительный факт. То есть, как бы, это супер разрушенный санаторий, да, казалось бы. Но просто куда бы ты ни навел камеру, получается офигенные снимки. Это просто, мне кажется, это самое фотогеничное место, в котором я была. Прям в усе. Затем мы с Аделей решили разделиться. И я ушел куда-то в нижнюю часть здания. Бродил по этажам и офигевался всего вокруг. Вау, просто куда мы попали. Вот здесь даже остались советские обои. Вот такой балкончик. И сотни советских людей вот так вот утром выходили, наслаждались этим видом и радовались своему пребыванию в Грузии. А сейчас здесь просто нет ничего. Это абсолютно заброшенное, сильно забытое место. Вот. Опять обои советские. Везде стекло. Вот это были двери на балкон. А сейчас здесь растет дерево. Просто дерево. В санатории на четвертом этаже. Как вам такое? Это дерево пережило советскую эпоху. Красота. Сейчас пойду принимать радоновые ванны. В ванном здании, кроме индивидуальных кабин, есть и бассейны. Здесь занимается лечебной гимнастикой. Просто посмотрите. Блин, это полностью заброшенное здание. Как в какой-то, блин, видеоигре вообще. Реально с какого-то угла точно должен пробежать какой-то монстр. Даже не знаю, куда пойти. Я надеюсь, вообще эта вся конструкция меня выдержит. Вау. Не, ну это максимально стрёмно. Смотрите, что я нашёл. Это лифт. Это заброшенный лифт. Вау. Вот трос от лифта. Офигеть. А вот здесь был счётчик электрический. Короче, я понял. Сюда нужно было приходить ночью. И здесь переночевать. Это просто был бы какой-то нереальный экспириенс. С учётом того, что мне кажется, здесь 100% должна быть какая-то привиденческая активность. По-другому быть просто не может. Столько здесь людей побывало. С семьей, с детьми. Ещё одно такое помещение. И вот здесь вот ещё потолок прям идеально сохранился. Прям он белый такой. Может, его заново сделали, не знаю. Столовая. Вау. Просто вот эти все колонны, всё как будто бы... Блин, это прям такие... Это мрамор, получается, или что? И кресло. Пожалуйста. Здесь есть кто-нибудь? Есть кто? Послушался какой-то шорох. Может, какие-то мыши или крысы здесь. Хотя, чем бы они питались. Ну, я не знаю. Здесь, наверное, есть какие-то зверь. Потому что я периодически слышу какой-то неприятный шум, шорох. Возможно, какие-то мыши, но... Блин, не знаю. Или что тут выпадает? Окей. Ну, блин, это же не может быть мышь. Чё за фигня? А вот это кто! Главный монстр! Просто посмотрите. Куча советских умывальников. Вот здесь вот советские граждане вот так вот опирались утром, чистили зубы, умывались и потом шли на свои процедуры. Аделя? Короче, мы с Аделей разделились. Она должна была здесь поснимать. Но её сейчас тут нет. Офигеть. Прикольно. Я один в санатории. Я надеюсь, она не потеряется, потому что здесь легко заблудиться. Ой, я не туда пошёл как раз. Аделя? Вон она. Ты чё не отвечаешь? Не спряталась. Не-е-е. Я не спряталась. Ну, как тебе? Это просто такая огромная территория, что потеряться вообще... не составит никакого труда. Несмотря на то, что меня никогда не привлекала вот эта эстетика какой-то разрухи, и я не очень вообще хотела ехать в этот санаторий, Рома был всё-таки таким идейным вдохновителем, я хочу сказать, что это место однозначно стоит посетить, потому что оно просто завораживающе. КОНЕЦ Ну шо? Ну шо? Такое вот место, такая локация, мы, если честно, не хотели сюда ехать, потому что уже было поздно, мы устали после вчерашнего, мы вчера были в дороге целый день, но всё-таки мы собрали, собрали все свои силы и приехали сюда, и... Мы на секунду не пожалели. Ну, как обычно, это бывает, да. Да, иногда нужно дать тебе пинка, чтобы что-то сделать, куда-то приехать, и потом думаешь, блин, а что, если мы сегодня приехали, знаешь? Да, это точно воспоминание на всю жизнь. Вообще, мне кажется, это первое заброшенное здание, которое... в котором я побывала. А ты? Да? Да. Ну, мне кажется, я бы был. Да. Ну, меня прям очень впечатлили. Ну, это точно самое большое. Это, ну, просто такой комплекс санаторный. То есть, это не один был, тут три таких вот здания, и это все выглядит как замок настоящий. Это точно. Да, так что, надеемся, вам видео понравилось. Как обычно, лайк, комментарий, подписка. И подписывайтесь на мой инстаграм. Тоже можно, тоже верно. Да, там будут интересные stories, красивые посты. И обязательно приезжайте с халтупо. С халтупо. Не, не так называется. Короче, не важно. Вот список тех, кто помогает нам финансово в развитии этого канала. Если вы хотите присоединиться к этому списку людей, ссылочки будут в описании. Большое спасибо. Так, тут летает летучая мышь. Боже, она вся у нас в лесу. Где? Покажи, покажи. Заходит солнце, просыпаются летучие мыши. И если мы не уберемся из этого здания, они нас покусают. Я не вижу ее. Возможно, они живут где-то там, за кулисами.